всем привет сегодня продолжаем урок но урок таким с экстремальным постановкой сюжета называется я убрал сердечник тут был сердечник прямо на таком месте где резьбой очень трудно заниматься но вот эти сердечники сосна на такая что такие у них попадается часто и много и поэтому я решил показать как бы удалить это стамеской выбил чтобы поставить этот клинушек вы там увидите впереди почему я вперед забежал чтобы вы видели допустим как можно вот появилась проблема и как с этой проблемой справиться да и вот я сделал клинушек общем давай его вбивать с расчетом думаю что он вобьется у меня нормально будет но я стал колотить слишком перебил и расколол ее на две половины обратно но склеил я конечно двое суток проклеил ее на клей же тут но что хочу сказать крепится вроде нормально но чтобы подстраховаться да теперь чтобы подстраховаться да я решил сделать и в общем так теперь я хочу с обратной стороны поставить как бы сделать такую врезаться сделать такой как бы крепеж можно называть крепежом но деревянный крепеж хочу сделать я покажу вам примерно ну сброс с брусочка я вырежу и потом вырежу и туда ставлю его на клей чтобы у меня была подстраховка вот так вот теперь только такой выход потому что я вы что обратно если я начну вбивать этот клин может быть но я теперь конечно его подстругаю еще побольше но обратно же щели получается я хотел чтобы без щель было чтобы щели перебить но получилось так что щели это перебить очень трудно и когда я начал в колочек то я раздвоил и разбил ее на две половины как склейка склейка нормально но здесь у меня была щель это щель была эту щель я буду забивать сделал плоские плоские такие штабики да как бы ну вот ими буду забивать эти щели в общем с обратной стороны извиняюсь с обратного но вот хотим вот это показать просто хочу вам показать что вот так буду сбиваться это можно все какой высоты это не важно главное что на самую глубину по возможности чем глубже конечно тем лучше вот так склейку сделаю по всей этой где у меня щели были такими штабами склеевой туда клея намажу и тоже также на просушку ну там на сутки 24 часа но вы увидите впереди как я вбивал этот заклейку она у меня в общем развалилась на две половины конечно разочи распечали это корица такой фильм с экстремальным сюжетом да конечно печально что развалилась там а пришлось обратно не что пока говорится ничего не что можно не это исправить то вот я исправил обратно сделал и хочу сказать что в принципе по старым тем следам я склеил ее ну может быть то чуть-чуть и стало видно конечно но посмотрим я еще буду же тут шкуркой обрабатывать может затерется это все но клей-то проявился он как бы когда я стала такой поверхностные что склейка была клеем но а сейчас вроде так и сказать чуть-чуть шкуркой маленько подработал вроде как будет только вот здесь как щель была конечно по старому месту не осталось но я еще раз повторяюсь я вот этими бабею вот эти вставлю туда и поглубже надо потому что резьбой еще заниматься будешь и лучше конечно их туда поглубже загонять чтобы глубокие поглубже были они расстояние ну там потому что когда будем еще обрабатывать то это ну и обратно же возвращаясь к обратной стороне вот хочу поставить такую но я покажу сейчас вам как я это буду делать вы увидите так что смотрите это самое видео лука ошибки мы все делаем да только вот как их исправлять ошибки и вот я показываю что те кто начинает заниматься резьбой как можно исправить ошибки как можно улучшить или сделать и как это все это сосна дерево конечно поэтому я говорю можно резать на сосне сосна тоже дерево гревесина только она конечно более тяжелая потому что колется такая раскалывается отщепляется поэтому трудное конечно дерево это будьте очень внимательны на любая что-то оплошность и уже все как на минном поле так что смотрите видео я почему вперед и забежал чтобы вам подсказать что вот это обязательно смотрите потому что здесь много полезной информации некоторых может там сюжетах просто стругание а это именно то что полезно для вас будет видео смотрите так смотрите я вот провел линии да вот так я буду сейчас вырубать это и потом туда оставить новый как это так что так вот я сейчас беру на немножко можно чуть-чуть ближе взять по линии центральная линия которая идет до нее потому что то то дерево уже чисто идет а это уже это можно просто ничего страшно это врач хирург удаляет болезнь так ну приблизительно так вот сейчас будем скалывать и смотреть здесь влезла так нам поменьше чтобы легче было вариация так вообще-то чуть-чуть теперь не страшно ничего нету просто забивать и все ногой можно как-то как бы не скалывать ну да глубоко конечно это идет еще наверно ногой тот смотрите конечно глубокая на получилось так как бы не на скалывал так вот да я даже сейчас я отключаюсь я не буду все показывать вот так я сейчас все это буду выквыривать до какого там этого расстояния но можно сквозную потом искать материал надо такой же толщины так что и по волокнам не вставлять так вот а чтобы волокна тоже были шли туда вот так вот так что когда новый материал будете вставлять и надо вам вставлять чтобы не так они шли волокна поперечные а именно также по вдоль волокна все вышли эту плашку вставлять будете но я сейчас это все удалю и потом вам покажу ну вот видите я выбил теперь надо мне подобрать кусочек ну эти маленькие у меня там придется новый кусочек делать но в общем вот я сейчас подыщу материальчик покажу вам тоже как начало и потом уже но я это знаете когда это надо в последнюю очередь когда уже может даже чуть поглубже здесь здесь но не на глубже по моему же не незачем сравнять еще получи конечно площадку выравниваете чтобы у вас клейкой внизу было ту же и как бы постараться чтобы у вас не было этих как ямочек каких-то там потому что ну вы уже на такую глубину вы уже не зайдете как потому что вы рассчитываете что при вашей резьбе на какую глубину вы зайдете вот посмотрите она еще и дальше там продолжается вот какая была она здесь была еще желательно бы конечно бы и здесь еще убрать потому что но я здесь ниже не пойду я так оставлю здесь это у меня серединка должна быть вот как бы в эту сторону и в эту серединка должна быть свободным да так что я дальше не пойду мне это и незачем но от стамеска я выкурил внизу постарайтесь площадку сравнять ее я потом покажу вам который я подобрал материал ну как и я как говорю еще не забывайте должны материал ложить также вдоль по рисунку не поперек а вдоль также как и здесь рисунок идет чтобы вы когда будете резать чтобы у вас линия шла как в этих но пуская дерево не будет другим я имею то есть не сосну желательно но не обязательно из этого материала там сосна сосна только волокна должны вдоль идти поперек тогда уже будет как-то непонятно волокна старайтесь подыскать чтобы были вдоль ну вот сейчас я подыщу материала покажу вам как это дальше делаю мне пришлось серединку в общем как бы середину я сначала думал середина но у меня тоже она прошел на раскол и я решил ее сейчас я подобрать надо конечно кусочек это оказалось очень сложным я не знаю даже материал какой сейчас подобрать к этому да потому что начал что-то подрезаться тут попадается у меня в основном сосна она такая но ничего сложного не будет я все равно сделаю то что это не это не пойдет потому что она плотнее должна быть вообще плотно и подогнать надо стенки чтобы ровненькие были так что не торопитесь делать но лучше клинут вот такой я можно было бы конечно вставну вставную эту с бац и ба цели но снова не пойдет потому что там дальше тоже она начла колоться и поэтому но я говорю вам как рисунок видите да по рисунку вот как идет рисунок вот так же вы должны его тоже сюда делать но тут как понятно тут потом уберется с этого яйца в общем должна быть она плотная но здесь не плотность не получилось у нас откололась я стал чувствовать и откололась много она должна быть затем быть под таким наклоном еще как вы должны ее сделать дать чтобы у вас был еще какой-то наклончик такой чтобы как клинушек туда чтобы он все плотно сжался вместе с этими вот тогда будет идеально и на клей обязательно пола сейчас я буду делать кусочек этот этот не подойдет у меня видите получается что его начинает где-то надо подобрать материал такой чтобы но я сейчас с этого куска еще попробую она пилой обработать пилой это и подгоню сюда под этот на клей посадите вот таким способом я в общем убрал убрал клин потому что она стала тут откалываться я ее тоже снес и решил такой клинышек поставить сюда но вот причина какая была вот тут помеха и сразу говорю он смотрите значит вот тоже расчет такой что глубоко сильно врезаться не надо будет чуть-чуть можно на дальше видите тоже идет проблемка уже так что здесь чистенько а тут проблема идет так что сильно не развиваешься но это я говорю ты бывая такая ситуация как и вот пожалуйста можно найти как-то выход из этой ситуации да я бы мог конечно бы и оставить это да ну подумаю вам показать что принципе можно заменять и вставлять страны и где именно тут может быть где-то мешает какую-то часть в общем полечить можно конечно все что угодно можно полечить и здесь еще вот тут щель залечим то же самое сделаем за забьем ее щели подрежем сделаем я вам покажу как это делать вы увидите что сложности нету можно всегда что-то какой-то находить выход даже если у вас кусок какой-то вы с этого идете и можно заменить на что-то потом сделать но вот сейчас я буду делать кусочек сюда и увидите как получится все так продолжаем залечивать болячку в общем как я клину шик сделал ну тут еще можно что но тут принципе знаете тут вообще-то он здесь то можно одну сторону зачистить надо я какую сторону вот это буду заколачивать да его клинта у сюда но наверное да надо здесь еще углы подработать конечно немножко надо эти уголки подработать на сбить это сюда так с легкостью но как все равно когда мы будем это колотить то конечно это будет сильно тоже не курить и не надо но хочу сказать что уголки конечно лучше желательно выравнивать чтобы она плотно села и вот это тоже наверно шкуркой надо зачистить до шкуркой взять это почистить чтобы гладко было со всех сторон но вот такой клинушек я хочу убивать сюда то есть около угол смотрите какой я сделал чуть-чуть с таким углом и потом и конечно же это желательно чтобы она не раз только не откололась но будем будем рискнем попробуем как пойдет как получится еще страшного нету подогнать тут углы посмотреть какую лучше можно еще где-то сточить даже немножко по моему тут я смотрю так вы посматриваете да но много не убирайте потому что она не лучше мне кажется мне поколотить наверно клеем не забывайте клей пва у меня клей пва м экстра он универсальный он клеить дерево очень хороший клей когда я клеил эти две половины я клеил на этот клей вот две половинки пятерки я клеил между собой вот они принципе приклеек склейка получилось хорошо поэтому клей пва экстра м клей пва м экстра универсальный для ответственных для ответственных работу и быту ну да в общем короче тут на тут инструкция хорошая тут клей деревянный клей все можно клеить я не буду на на этом заворачиваться заморачиваться но в общем это сейчас я сначала еще поработаю порежу а когда под когда закончу работу тогда я и поставлю клин вот сюда покажу вам установку поэтому сейчас я порежу резьбой позанимаясь пока но а это в последнюю очередь я поставлю клину шик и вы увидите я покажу как его ставлю чтобы на 24 часа просушки так что на следующий день можно будет через 24 часа примерно хотя бы ну как бы по такой подровнять убрать но лучше подольше подержать чтобы уж наверняка просушка но вот так вот под уклом делаете уголок ровненько обтачиваете еще можно тут подровняться конечно так немножко так слегка слегка конечно не торопясь это подогнать там посмотрели под гоночку не не торопитесь она должна у вас плотненько плотненько сесть и этот сторону обязательно наждачной шкурки подточить но все вот я подогнал клинушек еще точку немного хочу вам сказать тоже такой наклон небольшой сделаете но показать вам вот так вот примерно тоже наклон наклон сюда делаете тоже чтобы на как бы клинушек получился у вас чуть-чуть слегка потому что потом кула это киянкой вы будете подгонять чуть-чуть наклон обязательно сделать и тут конечно почистите и наклончик маленький сделайте но чтобы конечно у вас только не она не закруглилась концы но вот примерно я стрелку сделал потому что удобнее получается и у как я тут по моему вот из-за этого тоже небольшая проблемка сейчас полукруглым я к ворону не посмотрю может быть придется даже еще подальше маленько проделать да я не буду сейчас ее убирать но еще можно чуть-чуть если что да но мне кажется хватит надеюсь киянкой потом уже подколотить плотнее и туда уже но желательно чтобы конечно она туда получше помягче зашла вот здесь еще можно маленечко вот тут чуть-чуть слегка ребята для маленечко отправляйте смотрите постучали молоточком посмотрели какая глубина примерно идет да ну и это приблизительно немножко снесли это ровненько сделали вот так вот я примерно подогнал и теперь дождусь когда буду завершать а потом при завершении поставлю клинт сюда на просушку сейчас дробь поработает немного подрежу где-нибудь что подгоню и потом уже в конечном остановке сделаю заклейку ну как бы теперь что хочу сказать вот тоже клин вот такие клинушки клин 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 я отсюда взял стамесочкой стамесочкой отколол вот и зачесал и теперь буду так вот туда клея пываю также тоненько запихивать по всей мазать не надо старая части ну стараться именно эти участки и буду постепенно туда подгонять клин и вот сюда допустим такой клиент можно его туда там замазать или намазать и потом туда его вогнать и на просушку и вот по кусочкам будем загонять так и убирать все эти щели где будет появляться щели там будем забивать их этими клинями тоже процесс но я еще раз говорю творчество не любит спешки здесь спешить не надо но если на станке у вас нету допустим стругального станка да который ровненько чтобы соединение было из трубцины конечно то я имею ввиду так можно если у творчества и желания когда у вас есть а возможности тоже и каких-то инструментов нету то я вам показал как начинать можно без каких-то инструментов можно все придумать для того чтобы если струбцины нет у меня струбцины нет струбцину я вам показал веревкой можно делать это залечим те щели которые были мы их залечим таким способом то есть везде тут залечим здесь залечим где надо там залечим но это мы не будем убирать на ухе это пускай останется мы все равно и здесь касаться сильно не будем ну такая мелочь конечно я только самое что убрала что вот это самый вам показал что можно лечить все любой можно также выбить здесь кусок поставить также выбить здесь кусок тоже поставить то есть можно этими кусками можно ставить и ставить залечим но я вам показал вот ситуация когда у вас ситуация такая появилась то вот пожалуйста клеем пв обмазали забили туда этот клин и на просушку также здесь поставили клин клинушки до выбили промазали поставили на сутки пускай но я здесь я когда обработаю все тогда я уже клинию на последнем уже времени здесь здесь можно раньше сделать поставить так что смотрите уроки полезной информации очень много и вы поймете что можно и сосны тоже тренировать свои руки и делать пускай объемные какие-то берите по более объемные такие вот мелкие детальные на на сосне мелкие детали бесполезно это правда тут вот крупные конечно возможности больше и но вот как допустим маски там ночью приводить это тренируйте руки на сосне а потом уже переходите на благородные более такие дорогие материалы чтобы не портить вам сначала на тренируетесь и вот времени когда потратите на изучение сосны и сосну она вас обучит всему всем правилам и вы будете уже с другими просто легко и просто обращаться ну легко вы их делаете вырезать все что вам нужно на чем клеить ну еще раз здесь нужно конечно приноравливаться для каждого мажем смотрите мажем здесь хорошенько со всех сторон клеем хорошенько промазан чтобы его нож прилипло так как говорится точно уж конкретно на побольше маленечко ничего лишнего можно убрать стереть вам потом но все равно здесь еще обрабатывать и вы будете так что клея можете много делать побольше но и саму эту тоже так а вот с этой стороны это можно стереть сюда перебросить вот так вот и и про промазываем всех сторон и сейчас мы туда будем забивать 100 кияночкой молотком ну кого что а тут то не надо вот здесь вот но все вот помазали извиняюсь я сам собой тут вот помазали все полностью обмазали только одну сторону которую не надо этого не надо сторону то мы колотить будем и притыкаем и начинаем клей закройте уберите чтобы не уронить его конечно когда стучать будете чтобы у вас не разлился ну и кияночку берем и начинаем кияночкой подбивать его бьем смотрим щель оставается поставил раскололась перебил я короче клин на верху и она раскололась мне пришлось обратно склеивать на но сильно слишком бил клин это уже не рассчитал короче расчетом и вот теперь обратно склейку делаю клин потом склеивать будет так что на какое-то время я сейчас то резьбой не буду заниматься потому что здесь надо склеивать обратно еще и клин так что время будет траты на склеивание нашел брусок материал но я не такой конечно буду материала его уменьшу на попало на половину конечно срежу да на половину а сейчас заготовку я буду делать смотрите в общем вот у меня идет линия склейки да и вот между ними надо примерно сделать так что площадку примерно хотя бы и смотреть надо где конечно это где у нас меньше будет срезано да здесь же не будешь стоять потому что здесь уже глубина надо значит где доставить где утолщение есть я поставлю но наверное вот сюда поставлю на эту часть вот здесь вот она будет у меня то есть что я делаю выбираю подходящие тут сердечник идет но я его не буду конечно но примерно вот такое вот расстояние возьму что сейчас делаю ровненько ровненько срежем так ну линейку взял ли так линеечка я размер к но давайте где-то давать 12 будет пускай 1212 сделаю здесь они кривовато и что да в принципе здесь здесь сейчас так тут-то такая точность не нужно здесь главное так ширину троечку можно или дурочку но тут . почему . и здесь тоже по 3 толщину толщения сделаем по 3 ну так куда это мы сравниваем это тоже так вот это же тройку здесь можно троечку также утолщенный троечку здесь тоже то чтобы сравнить ровненько до троечку но вот так вот наверное примерно все значит вот эту часть я сейчас срежу это я выброшу тоже вырежу отколю это срежу сброшу ну вот так допустим как вообще резьбой заниматься надо какую-то суда тряпку ложить чтобы нам это все не сбить на тряпку мягкую какую-нибудь такую мягкую тряпку положить сверху и потом заниматься резьбой чтобы нам не сломать здесь не задавить что-то поэтому быть надо очень внимательно материал ну что я взял для этого вот я еще раз сейчас распилим вот так вот я это спилю показываю вот так вот начиная пилика разницы нет лишь вон был крепким здесь отрежу здесь подрежу здесь я стамеской выбью чтобы вот у меня такой как бы он был до клинок искли с такими выходами до чтобы держалась чтобы не она не могла эти стены будут ее держать чтобы она не могла уйти разделю на половину потому что слишком высокая будет она высокую не надо чтобы я мог туда и утопить положить сюда чтобы мог ее туда утопить чтобы она вместе сравнила с месяцами это будет держать держателем как бы ее само это основание все так что сейчас отпилю потом покажу саму заготовку так вот я вырезал кусочек этот теперь вот у нас линия здесь проходит а вам не видно я вот показываю там линия проходит ну вот именно середину находим ну точность такая но в принципе можно для уточнения конечно пускай будет она точнее серединку приблизительно тут у меня 6 выходит на 6 например на я вот так вот ставлю и начинаю внутренней части обрисовывать ее со всех сторон обрисовываю ну почаще конечно рисунок делайте чтобы видно было какая чтобы она ставочка вас было там не шевелилась короче можно сказать и поровно по линии теперь начинаем резать можно косичком я сапожком вот эту мальчу к нему так уже он ровнее делает так ну углы можно переворачивать так вот так вот можно и поехали понемножку по маленьку не торопясь линии проходим контуры все но так примерно я показал вам вот так в общем обведем контуры и дальше я покажу вам ну вот контуры я провел можно нужно как говорится можно косичком ну как вам хочется здесь неважно каким мы сейчас главное чтобы линию сделать ну и не стамесочку берем и стамесочкой потихоньку начинаем убирать то примерно толщину вот это в нашей разметки до уже этого я черная половинками и ну и отмечки конечно отметить чтобы не потом не потеряться в точности ну и начинаем вот это выкваривать это тоже я вам долго показывать не стану потому зачем это вам посмотрите ну вот так вот и выквариваю дальше делаем вырезал вырезал вот вырезал ямку ну и наверное почистить как бы надо так вот можно просто оттуда вы сушку выгнать но я говорю не обязательно чтобы она была точно туда залезала и незачем это вполне хватает для того чтобы вот здесь ровное место наверно можно нет стоя на это получится так ну в принципе она плотненько ляжет еще придавить какой-то тяжести ну что теперь клеем можно наклеить посадить а куда-то я забросил вот это да вот и еще это если у вас это допустим зазорно как-то получилось то вот пожалуйста можно еще такую штучку вам туда вбить не это было вот эту эту штучку туда закрепить туда вогнать еще но так берем в общем делаем что сейчас клеем намажем клеем клеем клей пва намазываем тщательно можем не стесняемся клея не жалейте здесь чем лучше проклеиться тем лучше будет уголки все промазывайте хорошо даже можно чтобы он вылезал наружу ничего страшного два дня можно подождать что за его просушку но здесь мне кажется сутки вполне хватит его потому что он открытым будет как бы ну и в принципе можно два дня подержать его лучше проклеить вот так вот делаем да и ложему туда вдавливаем можно еще сверху промазку сделать сейчас можно вытащить посмотреть вообще давайте это тоже обмажем что-то она лучше эту еще запчасть так минуточку остановлюсь сейчас посмотрю да ничего страшно в принципе так вот сейчас подождите еще надо вытащить так вот это место почему-то плохо промазывается до неровности маленечко что ли я прерву сейчас ненамножко я все-таки чуть-чуть на нас уберу здесь ну и продолжим конечно продолжим обмажем эту часть тоже который будем туда также стенки можно тут промазать не жалейте клеем все равно просохнет где возьмется там прихватиться промажьте все желательно лучше все промазать не жалейте клея частным клеем так-то много можно не экономить можно сказать можно мазать и мазать так ну вот так вот примерно помазали теперь это сюда ставите придавливайте его на все усилия какие можно можно туда даже еще и клей вот туда так бы вогнать еще можно быть и места ничего страшного туда прямо угоните еще клей вот так вот ничего страшно это обратная сторона вы это все равно ничего не не бойтесь клея туда побольше запихиваете что у вас плотно она сидела там не шевелилась как говорится никакого движения не было у этого пространства где там если есть у вас пространство осталось чтобы все клеем забито было так что старайтесь все это туда загнать что страшно вот так вот и конечно это кусочек который я вам говорил вот уже обязательно туда забить можно это был кусочек а не это вот этот был по-моему кусочек и кажется я его то чем тоже так же забили чтобы уж плотно так сидела все и все и проская теперь это просыхает можно на двое суток пускай двое суток у вас это сохнет можете тут убрать и тяжелый вес положить сверху чтобы давление было 24 часа какой-нибудь вес найдите тяжелые прямо сюда поставьте пускай по тяжести он будет вот так вот но не торопитесь клей 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 спешка до клея еще так немного забейте щели где вы просвет увидели еще немного забейте ему туда пускай клей то он так принципе мягкий но главное чтобы она притянулась к нижней там боковым части ну чтобы сидела а потом мы уже это мы можем будем же удалять сравнивать продолжать резьбой заниматься она будет мешать все равно придется ее защищать сравнивать так что сейчас под какую-то тяжелую вес положите найдите какой-нибудь брусочек там сверху брусочка есть кусочек вот я его положу и сверху тяжесть положу сейчас пойду поставлю пускай она меня сохнуть под тяжесть но все до следующего перехода потом уже начну я клин этот вбивать который делал специально для этого клинушек ну дальше продолжим я очень этот но сколько она там двое двое суток по моему простоял но в общем сутки нормально теперь вот просто снять и разосровнять это здесь у нас по вдоль идет маленечко снизить снести надо здесь узкая идет у нас но можно потихонечку так не торопясь или с другой стороны взять чтобы ее осторожно здесь конечно скалывать тоже надо все равно быть осторожны ну в общем вот я вам показываю не торопиться я тоже не буду я показал вам чего значит я сейчас сравняю площадку чтобы нам в это в перевернутом виде было удобно заниматься резьбой так что вот я надеюсь вам показал что вот 100 мисточка я сейчас это сравняю не торопясь здесь торопиться не надо потому что видео я же не буду ковыряться столько времени но в общем и показал вот так я сделал сейчас вот уберу это все лишнее и потом покажу как будем клин ставить так ну здесь я как уже показывал там начале как я это делал да вы уже в курсе значит клей пва экстра пва м клеить все уже рекламу я часто говорю что часто использую это клей но и также сейчас я промазываю но я не буду вам это показывать как я промазывал потому что я уже там и вначале показывал как и это промазать и это промазать хорошенько и потом поставить а вот я поставил смотрите клин ставим я придавливаю теперь уже можно немного сейчас не перебьется потому что подогнал маленько лучше но все здесь уже все здесь уже ну и все и качели где буду да если там и обратно я на струга его стружкой также и на объем этой стружкой забьем вот как вот здесь сделал где еще учили там еще забьем стружкой попробуем ну желательно когда соединяем две пластины это струбцины хорошо такой чтобы плотно и ровно получалось а ты а это надо значит на фуган фуган фуганка про прогонять две доски чтобы у них ровно и было сейчас это уже жироку ручная работа но мы и можно исправлять ошибки в принципе то все можно делать только на это больше тратится время но вот я подогнал ее сейчас этим тяжелым весом я вот так вот придавлю и положу на просушку все